Мы с вами в прошлый раз разговаривали про строки и файлы, ну и вы получили сегодня достаточно сложную практическую работу, в которой вы с Unicode возитесь. Увидели вживую Unicode под C++. Да, сложно, но можно. Можно русский язык C++. Понимаете? В принципе, пожалуйста. Два варианта Unicode, переключаемся между ними, перекодируемся. Но поверьте мне, в Windows с кодировками все намного хуже. В консоли там CP866, древняя. Для оконных приложений, для многих файлов, Windows 1251. Другая кодировка, однобайтная. Для файловой системы NTFS двухбайтная равномерная F16. А файлики, которые создает ноутпад, например, по умолчанию UTF-8. В четыре кодировки, вместо двух, которые в Linux, и только из заказ C++. В питоне, например, там один UTF-8 без всяких проблем. И файл UTF-8, и вот вывод UTF-8, никогда не возникает проблем. И строки, неизменяемый тип, соответственно, нет проблем, а вставки в середину. Ну, так, значит, мы с вами в прошлый раз успели, кроме этого, сделать односвязный список на динамической памяти. Да? Правильно? Но, все-таки, есть некоторые проблемы, к которым я вас постараюсь подвести. Дело в том, что мы сделали односвязный список для одного конкретного типа данных. То есть, каждое звено, т-ноды, инкапсулировало в себе некоторый определенный вид данных, конкретный. Я не мог сделать односвязный список в целом, хотя я понимаю, что алгоритм этой структуры данных, он общий, независимо от того, что я там реально буду хранить. Правда? И вот мы сейчас к этому будем постепенно идти. А именно, а именно, сегодня я вам буду рассказывать о шаблонных функциях. То, что в питоне у нас было по умолчанию. А здесь этот специальным образом создается. Начнем мы с перегрузки функций. Перегрузка функций языки C++. Перегрузка. Обратите внимание, мне важно, чтобы вы соотносились с английским термином. Оверлод. Оверлод. Не очень удачный термин, ни по-русски, ни по-английски. Ни по-русски, ни по-английски термин неудачный, но работаем с ним как есть. Что это значит? Это значит полиборфизм. Это значит полиморфизм. Полиморфизм. А именно, у нас много функций с одинаковой сигнатурой. Сейчас, секундочку, не с одинаковой сигнатурой. Много функций с одинаковым именем. Много разных функций с одним именем. В питоне такого быть не могу. Много разных функций, пожалуйста. Но если вы описываете функцию f, а потом еще раз описываете функцию f, то у вас происходит замещение. И вторая функция перекрывает первый. Первый объект функции, первый, который создали под именем f, он просто перестает существовать. Сборщик усору съедает все, как всегда, все подоходные вещи. Итак, а тут оказывается, может быть, много разных функций с одним именем. Первое, что я вам сейчас расскажу, это приоритеты. Сейчас, одну секундочку. Чтобы я, чтобы не набрать, я загляну, то вдруг я набру витамины. Итак, что это будет значить, что у нас выбирается та или иная функция в зависимости от того, насколько подходит типы параметров, по которым я буду... Я же должен отличать один вызов одной функции от другой, что именно я буду вызывать. То есть полиморфизм это что? Когда вообще, что это такое? Что когда один интерфейс и много реализации. Один интерфейс, много реализации. Понимаете, да? О чем речь? Даже не знаю, может быть, начать не с приоритетов, а с конкретного примера. Давайте, наверное, начнем с конкретного примера, а потом уж эти приоритеты я вам напишу. Вот блок с новой версией, что у меня за это, я поставил новую версию, 16.0.1. Е-е-е-е-е-е. Запускается, все в порядке. Так, теперь сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не abs, а absolute То есть значение по модулю числа Абсолютное значение числа Итак, что я хочу? Я хочу, чтобы, если я буду вызывать Давайте я даже так Я вначале начну с использования Моя мечта Начнем с мечты Итак, что я хочу? Чтобы когда я Я опять же Для простоты Я сделаю UsesNamespaces.td Хотя, вот Честно Мне не очень нравится Вы же начнете Не дай бог это писать Всегда и везде UsesNamespaces.td Всегда Абсолютное Создатель языка C++ Берн Струструк ругается Очень сильно Народ так делает Ну уж я напишу Чтобы мне писать Сейчас было Конкретно А вы будете брать Вот я хочу, чтобы я писал Абсолют от минус 1 И он мне вывел 1 Понимаете? Чтобы я написал Сцд сиаун абсолют от Минус 5.7 И он мне Выдал результат 5.7 Я хочу, чтобы у меня Для Какие еще мы знаем Варианты? У нас есть еще Длинные числа Правда Long, Int, Int Они одно и то же По сути Но ведь мы знаем На самом деле Много разных чисел Это Int8t У нас есть Int16t Однобайный Двух байный Ну без знаковый Сейчас мы просто не включаем Int8t x Int16t Давайте я их так назову x8 x16 Int32t x32 Int64t Это все разные Иксы Понимаете? Да? Они разного количества Варьев И для них Реальная реализация Функции Должна быть Разной Правда? Вот Ну и соответственно У меня есть число Double Keep Double Да? Это у нас будет x Соответственно D Да? xD У меня есть Флот Флот Это Одинарной точностью Число с плавающей точкой xR И для каждого из них По хорошему Да? Должна была бы быть Своя функция А я хочу Чтобы я мог позвать И для того И для другого И для третьего Ну сейчас я туда во все из них Позакладываю Туда минус 1 На самом деле Там может быть число Крайне Разное По масштабу Исходя из Вообще Вариантов Допустимых чисел Равно Я везде заложу Минус 1 Сейчас Вот Единственное что Для вот этих вот чисел Я положу Минус 1 1 Так вот Если я напишу Одну единственную Универсальную функцию Абсолют То получится Что у нее Будет Конкретный результат А я хочу Чтобы я эту функцию Мог позвать И для одного Типа И для другого И так далее Сейчас я Сотру И переделаю Еще раз Да И она Результат Выполнения Был Разных типов Вот сейчас Я все это На Сиалу Отправляю Да А на самом деле Я же обратно Могу захотеть Присвоить Что вполне Типично Да Мне ни в коем случае Нельзя допустить Чтобы результат Был не того Типа Большим количеством Байт Потому что иначе Потом он будет Ужимать В это количество Байт Зачем мне это надо Мне надо Чтобы он В этом же размере И работал Понимаете А если плавающий То с плавающим В принципе Я должен был бы Сюда написать Функцию модуля И для комплексных чисел Там тоже есть Модуль Который означает По сути Не потянулся Мнимая часть Мнимая часть квадратик Как мне это сделать Мне нужно сделать Короче Много функций Абсолют Вот я их сделаю Соответственно Я сделаю Следующим образом Инт 8Т Абсолют Соответственно Она потребляет Тип Инт 8Т Икс Да И возвращает Его Ж У меня функция Которая будет Потреблять Я сейчас размножу Методом копипаста Так Потреблять Инт 16 Не пытайтесь Переписывать Вы смотрите Смотрите Это сейчас будет Эффективно 16 32 64 А то у меня В коде еще Все меняется Вы просто Не успеете Все А потом Все сократится И вот тогда Это надо будет Переписывать Так Ну и еще И для дабла И для флота Пожалуйста То есть Дабл получили Дабл вернули Да Так Что там еще Флот получили Флот вернули Это только Заголовки функции Реализация Этих функций Я напишу Внизу Итак У меня здесь Отдельные реализации Сейчас будут Для каждой Отдельные реализации Для каждой Я сейчас задолбаюсь Конечно Их писать Ну Копипаст Надо было сразу На самом деле Вставить сюда Что я сделаю Я буду Воспользоваться Сейчас Тернарным Оператором Return Минус Икс Если О Прошу прощения Я пишу По питоновски А тут Не так Ретерн Соответственно Икс Меньше Нуля Вопрос Минус Икс По крайней Минус Целочисленных Единственное Что я мог бы Побаловаться Вот здесь С шириной Констант Ноль Чтобы Константа Ноль У меня была Соответствующего Размера Например Чтобы для Маленького Она была Шорт А для этого Я даже не знаю Как пишется Константа Особо маленькая Я мог бы Побаловаться С этим делом Сделать Вот здесь Для Им 64 Какой Лонг Как то Вот так Это Делать Сделать Прошу прощения Для Им 32 Просто Да Для 64 В общем Короче Я мог бы Попытаться Вспомнить Какие-то Приставки Константов Чтобы еще Уменьшить Оптимизацию Но на самом деле Я верю Оптимизатору Что оптимизатор Все и так Сам там Сейчас сообразит И так Он Сделать Достаточно Оптимальные И не будет У меня Нолик Приводить К этому Типу Ну в общем Сейчас Не суть Важна Я сделаю Абсолютно Одинаковое Тело Единственное Что для Даблой флота Я вставлю Ноль Веществ Ноль С плавающей Точкой Он будет Отличаться Чем Это будет Ноль Точка Да Ноль Точка Ноль Ну чего Естественно Это дело Заработает У меня Сейчас Почему Почему Это кстати Заработало В питоне Это не заработало Нельзя Описывать Несколько Функций Одноименными А здесь У меня Существует Одновременно Много Разнотипных Функций Запускаем Эй В чем фишка Потому что Что-то уже Запустил А Да Уже Запустил Почему Мордочку Рисует Видите Мордочку Мордочку Рисует Потому что Сиау Интерпретирует Тип Инк 8т Как чар Как символ Чар Поэтому Он выводит Символ С кодом Один А он Имеет Как раз Изображение Мордочки Смайл Символ С кодом Один Ну как Видите Он все Абсолютно Адекватно Отработал Везде Сделал Модули В общем Работает Я могу На самом деле Убедиться В том Что он Вызывает Разные Функции Если я Возьму И явным Образом Ставлю Сюда СТД Сяут С выводом Конкретного Соответственно Числа 8 Ну чтобы Видеть Какую функцию Позвали Я увижу Что он Действительно Зовет Разные Прошу прощения 64 Что для Разных Типов Он зовет Разные Функции Сохраняй Запускай В чем проблема АСД Л Ну что же Как видите Вот 8 Давайте сейчас Посмотрим Ведь Из X Плюс он С Не строгой Типизацией Компилятор Он может догадаться О том Что какая-то Переменная Какого-то Куда-то Ее можно Привести Поменять Тип Чтобы Функция Подошла Есть Стандартное Преобразование Типов Вот давайте Попробуем Взять И Мне сложно Сейчас придумать Какой-то Еще Тип Инт 128 Т Наверное Не существует Чар Можно Попробовать Давайте Попробуем Чар С Положим Туда Какое-нибудь Опять же Значение Минус 1 Минус 10 Вот И попробуем Ее вызвать Соответственно Для Чара Вот Для Чара На самом деле Я подозреваю Что может Произвести Сейчас Нечто Вполне Предсказуемое Он вызовет Абсолют Который Для 8 Бит Для Инт 8 Тип Написан Это Поэтому Может Подойти Ну Вот Все Благополучно Происходит А Символ С кодом 10 Это не Смайлик Лучше Единичку Верну обратно То есть На самом деле В данном Случай Тип Инт 8 Тип Является Полным Синонимом Чар Поэтому Не происходит Никакого Никакой Трагедии Сейчас А должна Только странно Что-то он Не выводит На экран Не видно Результат Ну В общем Но в любом случае Мы видим Что трагедии Не происходит А давайте Я сейчас Эту трагедию Организую Я сейчас Закомментирую Функцию Которая Для Инт 8 Т Сделать Что Ее просто Не будет Убираю Ее Нет Что он Будет Делать С чаром Ну Или Наоборот Что Собственно Будет Делать С вызовом Абсолют От числа Х8 И окажется Что в этом Случае Он Негодяй Давайте я верну Х8 А этот Как раз Закомментирую Попробуем Так Ну Этот чар Не будем Давай Ес Все Ну И этот чар Сейчас Не будем Его трогать Потому что Он В отдельной Линейке Типов И там Может Не знаю В общем Может Что-то Там В чем Сейчас Фишка Он Не отмечает Вот эту строчку С ошибкой У меня К сожалению С обновлением Не появилось Это окошко А? Ис 8 Потому что Не задумка Нет Ис 8 А переменная Должна быть Я ее что Убрал Разве? Да А Ну сейчас Может быть Сейчас Но это не должно быть Единственная ошибка Но зато Я вижу Другой Результат Как же Он так Это сделал Правда? Давайте Я лучше Сейчас Это сделаю С Не Абсолют От Ин 8 Почему Интересно Это происходит Потому Потому что Он Ааа Я понял Да Потому что По второму Приоритету Сейчас я Приоритеты расскажу По второму Приоритету Он находит Функцию Давайте Я сейчас Сделаю Так Я Возьму Какую Нибудь Функцию Для Дабла И для Флота Я закомментирую Вот Для Дабла И для Флота Я закомментирую А эту Можно и вернуть Сейчас Не важно Единственное Что меня Сейчас Смущает То что У меня Ошибки Он не пишет Я думал Что если Я обновлю То он у меня Конфитик Зал старый Я не могу Показать Вам Акушку Я Какая-то Убага Никто не знает Как Тапкнуть Нижняя часть Ошибка Перспективы Дефолт А Давайте попробуем Вот на этом Дебаггер Дефолт По крайней мере Что-то У нас видно Да Вот оно А это Я просто Загоню Налево У меня В конфигурации Вот такая Вот пропадает Нижняя часть Которая мне сейчас Что еще не нужна Мне нужен будет Билл Гасич Итак Я убрал Сейчас Две реализации Две реализации А все равно Пытаюсь Ими пользоваться Тем что Язык Си плюс плюс Достаточно гибкий И он должен По идее Произвести Приведение Типов То есть он должен Сейчас Округлить Вот этот Вот Дабл И флот До Интар И оказывается Что у меня Есть ошибка Давайте на нее Попробуем взглянуть Медленно Медленно Правда Я не могу Выречь и шлить Но я могу Наверное Отключить Видно? Вам видно? Обратите внимание Обратите внимание Он пишет Call of Overloaded Absolute Double Is ambiguous Двузначный Вызов Я Не знаю У меня куча Функций Какую из них Звать Вот они Кандидаты Написал нам Всех наших Кандидатов Которых Мы знаем Прекрасно Я не знаю Кого из них Звать А теперь Давайте поговорим О Собственно Приоритетах Кого же он Вызывает То есть Как он догадывается Какую функцию Надо Вызвать Из имеющихся Одноименных Функций Итак Первое Первое Если у него Есть Точное Совпадение Типов Для всех Параметров В данном случае Тип Параметров Не один И пока Было Точное Совпадение Типов То Проблемы Нет То есть Если Среди Кандидатов У него Есть Хотя бы Один Кандидат С точным Совпадением Типов То Он Не задумывается Я забыл Поставить Экран На запись Но пока Все равно Я не умею Его Приклеивать Всякий Случай Запишу Оставшуюся Всего Итак Еще раз Точное Совпадение Типов Но Если Вдруг Какого Кандидата Не нашлось То Трагедия Наступает Не сразу Что Он Не может Найти Вообще Никого Он Пытается Найти Функцию В которой Он может Осуществить Приведение Типов Приведение Методом Повышения Повышения Разрядности Числа Числа То есть Если у нас Есть Функция Которую Мы можем Получить В рамках Целочисленных Типов То есть Например Интом Инт Функция 8Т Он может Привести К Инт 16Т Он смотрит Соответственно Он Может Выбрать Инт Прошу Прощения 16Т Он Видит Что Он Может Выбрать Функцию У которой Мы Ближайшую Округление Вверх Завышаем Количество Байтов Но Это Не так Страшно Точность При этом Не терять Понятно И это Стандартное Приведение Типов А значит Мы Можем Взять Из Имеющихся Кандидатов Того Который Наилучшим Образом Подходит То есть Мы Выбираем То Где Расширение Повышением Ранга Называется Где Повышение Ранга Происходит В рамках Линейки Типов Надо Сказать Что Не только Типы Выстроены В линеечку Два Имеющихся Типа С плавающей Точкой Флот И дабл Они Тоже Находятся В линеечке Еще Можно Лон Дабл Нестандартно Туда Вписать Но Я Не рекомендую Вам Пользоваться Лучше Пользоваться Флот 128 Т В общем Среди Флотов Тоже Есть Своя Линеечка Повышение Рангов То есть Если Нет Функции Которая Работает Для флота Есть функция Которая Работает Для Дабл А он Обнаружил Что есть Сун Или Флот То он Не усомнится И вызовет Ту функцию Которая Работает Для Дабл Результат В этом Случе Будет Дабловский Может Быть Несколько Неожиданно Но Результат Будет Дабловский Так Дальше Если Не нашлось Ни первого Приоритета Ни второго Приоритета Перегрузки То Может Найдутся Найдутся Функции Найдется Кандидат У которого Будет Каким Нибудь Не повышением Но Вот это Я написал Приведение Ой Повышение Я Повышение Ем Приведение Повышением Разрядности Числа То есть Количество Байк Увеличиваем А тип Остается Принципиально Тем же Самым То есть Целое Целым Плавающее Плавающее Но Может Быть Нет Но Зато Есть Какое-то Приведение То есть Мы Можем Вызвать За счет При Я Напоминаю При Ведение Мы Приводим Я прошу Прощения Лучше Садиться Парты На две Выше Просто Из-за того Приведение 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 типов. Инт к флоту, стандартное приведение типов, но оно уже такое сомнительное. Понимаете, плавающая точка в целое, целое в плавающие, но вдруг что-то там пропадет куда-то, да, не поместится в тип. Поэтому оно менее надежное, но если все-таки другого кандидата нет, то он будет подставлять этого кандидата. Четвертое. Если и стандартного приведения типа нет, нельзя найти стандартный, то может быть существует определенное программистом. В этом случае программист выступает как пользователь языка 7++ и говорят пользовательское приведение типов. То есть если я могу найти кандидата, которого можно вызвать, произведя при этом пользовательское приведение типов, пользовательское приведение типов, в этом случае все нормально, скажите вы меня ненавидите за отсутствие или как или нормально нормально работаем подышим я за то чтобы отработать до конца если вам оказывается есть еще но опять это вот казалось что куда уже если приведение типа невозможно то невозможно будет никак вызвать правда оказывается есть пятый приоритет он называется словом эллипсис вы наверное помните что в питоне функция могла потреблять можно было сделать функцию которая потребляет неопределенное количество параметров но она потребляет как список аргументов помните такой да там звездочка аркс я могу сделать функцию какой-нибудь например там my print и она потребляет звездочка аркс куда как список входят все параметры сколько мы их туда через запятую не напихать и могу тут внутри делать for аркс так вот в языке си плюс плюс существует такой тип функции которые с неопределенным количеством параметров я так напишу тут бойда printf и у нее тут напишу чар звездочка с а дальше запятая и три точки вот эти три точки являются синтактической конструкции языка си плюс плюс и вот эта штуковина это эллипсис функция с неопределенным количеством параметров в отличие от питона доступиться к этим параметрам намного сложнее там нужно библиотеку стандартной библиотеки вызывать в общем там целые приседания питоне намного проще но если я могу найти кандидата который вот за счет произвольного количества параметров можно его упихать он подойдет я его вот таки вызову но уж если никакого кандидата нет то тогда это струк подождите но у нас на ситуация не так у нас то как раз не так у нас много кандидатов в чем же проблема оказывается проблема вот в чем у меня на одном и том же уровне на уровне 3 возникло несколько вариантов вызова функций а они все равноправные они все стандартным приведением типов преобразуются понимаете как отличить ту в ту в ту в ту какой из них воспользоваться они все спорные понимаете если бы это было повышение ранга то там можно было найти ближайшую по лесенке расширить на минимальное количество байк а понижение кстати будет все равно уже не стандартно то есть понижение ранга это все равно будет уже относиться к пункту 3 но в любом случае еще раз несколько кандидатов тоже плохо то есть кандидат должен быть один и подходящий а теперь слушайте что мы делаем дальше туда так мы с вами сейчас аргументы функций помощи я сразу начну с обобщенных функций так честно я не хочу писать только раз нет я вот этот пример оставлю как есть да но я сохраню его как файл с и сделаю файл файл я хочу так же как питон ну согласитесь в питоне я мог взять создать одну функцию да написать и что она собственно ну в питоне вообще не надо говорить что она возвращает ну давайте напишу что она возвращает некий тип да понятно и для какой бы переменной я ее не звал хочу чтобы она получала тип ты и возвращала тип т ясно ясно логика да вот моя мечта сейчас однако а нет ну конечно не будет он же скажет что извините а это кнопку из т скажет до свидания т даже на его тайп кто такой т дело в том что в языке си плюс плюс должно быть много реализации функции если она я хочу изготавливать функции по запросу то есть я хочу чтобы вот здесь вот я раз уж у меня встретился абсолют для 8-битного и так значит у меня должен быть изгот была изготовлена функция в смысле скомпилирована функция которая получает 8-битное число и возвращает понимаете то есть мне нужно ее как бы создать а создаются функции в момент компиляции то есть в момент компиляции как я прошариваю вот этот вот исходный текст мне должен поступить запрос из вот этого места на то что для того чтобы это место хорошо скомпилировать мне нужно создать экземпляр функции как бы конкретный ее объект конкретного представителя функции абсолют по шаблону понятно по темплейту темплейт шаблон так вот я вместо того чтобы явным образом создавать функцию абсолют создал шаблон функции абсолют штамп и разрешу компилятору штамповать функции сколько их увлезет функций абсолют станет сразу много вот с каким типом буду вызывать если шаблон можно и штампануть тогда будет именно такая для этого я перед собственно заголовком функции напишу темплейт и обязательно мне нужно в этом темплейте то есть я во первых слово темплейт пишу а во вторых я должен сказать что буква t это шаблонная как бы переменная типа тип то есть t это некий тип который ты узнаешь в процессе темплейт соответственно мне нужно сказать что t это type name type name t и после этого компилятор перестанет пугаться буквой t он скажет все понятно это имя типа которое я узнаю потом понятно но естественно что если у меня шаблонный заголовок функции то у меня должна быть и шаблонная реализация то есть у меня получается что компилятор x и заголовков настрочит кучу и реализации настрочит кучу понятно так запускаем прекрасно все работает так как это было в самом начале помните то есть для int 8 он смайлик рисует символ с кодом 1 для этих всех выглядит одинаково на самом деле ширина то у них у всех разная для flora tabla тоже опять же выглядит одинаково на самом деле размер количества байт очень разный 4 и 8 байт соответственно ну и числа которые туда можно напихать да я сейчас не буду проверять потому что у меня нет такой волшебной как в итоге функции type которая напишет мне какого типа это переменная на самом деле там переменные вот эти вот результаты они разных типов да если я делаю что-то такое что нельзя сделать с одним из типов класс хороший вопрос давайте попробуем вызвать функцию абсолют для строки да для строки ее воткнем нет тут мы выводим тут типа нормально что выводим мы я же абсолют вызываю он пытаясь инстанцировать функцию абсолют говорит мне следующую вещь я поскольку сейчас если бы я умел ее открывать и закрывать было бы еще лучше итак смотрите in instantiation from of the absolute t то есть при инстанцировании есть такой термин вот это вот печатание шаблона называется словом инстанцирование то есть я по шаблону функции создаю экземпляры этой функции каждый из которых компилируется отдельно как отдельная то есть если я вскрою ассемблерный код ну или машинный код то я увижу несколько функций функций абсолют понятно так вот он говорит что при попытке инстанцирования t абсолют т с т равным конст чар звездочка ну потому что литерал строки это конст чар звездочка он говорит случилась ошибка какая wrong time аргумент то унаре минус он говорит с конст чар звездочка нельзя унарный минус да я могу соответственно глупо закройся глупо закройся так вот то есть со строкой нельзя унарный минус я не знаю как он правда сравнил откуда где это именно произошло я могу подняться выше и в чем именно проблема Maarten Эта ошибка происходит как раз в процессе компиляции ну да а вот например проверка возможности инстанцирования происходит в процессе компиляции надо сказать что при этом инстанцирование это дополнительный этап компиляции то есть в процессе самой компиляции у меня кроме подстановки просто банально какая функция берем ее сигнатуру то есть имя и список типов, проверяем, что он соответствует в месте вызова тому, что там есть. Если надо, производим преобразование типов. А тут добавляется дополнительное. Мы, во-первых, делаем перегрузку, выбираем из множества, то есть мы разные функции, допускаем разным функциям иметь разные имена, одинаковые имена, прошу прощения, разные функции. При этом в месте вызова мы начинаем исследование сигнатур. Гибкость проявляем в выборе. А во-вторых, у нас еще и шаблоны на это делали накладки. То есть мы еще и штамповать теперь функции можем вот так вот раз, и сразу куча функций разных. Надо сказать, что при этом существует такая штука, как явное инстанцирование и частичное инстанцирование, а еще параметром шаблона, параметрами шаблона могут не обязательно типы, но и обычные переменные. То есть можно создавать разные функции в зависимости от численного параметра. Давайте я вам покажу сейчас, как производить явное инстанцирование. Потому что сейчас он выбирал... А вопрос был в чем в том, что... Ну, просто, например, когда какие-то из библиотек методы импортируешь, там и как бы... Ну, вот он сразу, когда пишешь, он сразу пишет, что, например, сюда флот можно, и можно чар взять. Я боюсь, что написать свою функцию так, чтобы она объясняла, что туда можно, может быть, я не подскажу. Короче, давайте сейчас я покажу явное инстанцирование для функции. Для функции явное инстанцирование будет выглядеть вот таким вот образом. Вот, например, я хочу позвать для дабла... Для дабла... Давайте вот абсолют хелло не работает, да? А я беру и абсолют хочу позвать для дабла, ну, например, минус 8.0, но я хочу позвать целочисленный дабл. Инстанцировать его с типом int. Можно там какой-нибудь конкретный ввести, int32t. Обратите внимание, что у меня получилось. Что я вызываю функцию с двумя скобками. У функции два списка параметров. Первый список параметров в угловых скобках. Второй список параметров в круглых. Так вот, вот этот список параметров подставляется в момент компиляции. То есть я здесь явным образом говорю, я хочу сюда инстанцировать функцию с типом int32t. Понятно? Таким образом, я здесь уже явную функцию упоминаю, и у меня не будет здесь инстанцированная функция дабловская, а у меня как раз дабл будет запихнут в int32, потому что здесь я вызываю уже функцию конкретную. Приведение типов никакой не работает. Я одну конкретную функцию здесь вызываю. То есть я здесь, в отличие от приведения перегрузки, я здесь упомянул еще и конкретную функцию из списка одноименных. Понимаете? И вот в результате он, вот видите, он 8 написал. Я могу тут, давайте, конкретно, 8.3. Он мне все равно в WD еще сделает 8. Если бы эта функция писала для какого типа она инстанцирована, я бы увидел, что она там. Таким удобным образом. Значит, теперь я еще одну вещь. Вообще, давайте посмотрим, что я сегодня еще рассказываю, чтобы я не ушел слишком глубоко. Аргументы функции по умолчанию. Это довольно простая штука. Шаблон функций, параметр шаблонов. В общем, мне осталось, по сути, действительно рассказать про аргументы функции по умолчанию и односвязанный список для любого типа данных. То есть мне нужно будет шаблон не кучить. Я думаю, что шаблоны для... Ну, сейчас шаблоны для классов, по-моему, мне не требуются. Хотя вот я вижу, что там не будет для гранд-трейнеров. Сейчас я все-таки взгляну, когда шаблоны еще... Вот, шаблоны классов через три лекции. Когда классы будем вводить. Значит, смотрите. Можно ввести еще численный параметр шаблона, Давайте вот я новый файл создам. Можно на самом деле как раз менять перспективу. Создать новый файл. Значит, создать его как... Темплей параметр цпп. Сейчас, секундочку. Отлично. Я хочу сейчас... Я не буду сейчас заголовок сверху потом повторять. Я сразу буду создавать шаблонную функцию. Темплейт. Значит, но эта функция будет иметь только инт-овый шаблонный параметр. Инт... Сейчас, секундочку. Ну, условный. Инт... Number. Вот так. Эта функция будет войдовая. Назову ее self-counter. Self-counter. Само-счетчик. В этой функции внутри... Она без параметров будет. Я буду иметь переменную статическую. Static counter. Которая будет равен нулю. Это статическая инт-овая переменная. Static int 32t counter. Я хочу, чтобы она была статическая. Жила в сигнете data. И была одна для этой функции. Она глобальная. Она локальная, но статическая. То есть, вот эта инициализация равна нулю. Она происходит в момент компиляции. И загрузки экзешников памяти, соответственно. То есть, при разных вызовах у меня не будет зануляться эта перемена. При очередном вызове функции она будет просто использоваться та же самая, как если бы я ее простил вне функции. Понятно? Так вот. И я буду при вызове этой функции говорить, что counter плюс-плюс. А на экран std shout выводить, собственно, значение counter. То есть, это будет функция говорить, сколько раз ее меня вызвали. Вызвали. А, ну тут, собственно, вопрос так, что она опять же с русским языком. Я сейчас не буду возиться с перекодированием, чтобы она все красиво была написана. Поэтому я тут напишу cold. Вы уже узнали, какие проблемы с русским языком. И не кодам. Cold. Counter times. И касая перевод коррекции. Итак, эта функция, она говорливая. Она каждый раз будет говорить, сколько раз ее вызвали. Но обратите внимание, что я не смогу эту функцию вызвать просто так, без указания. То есть, у нее параметров вроде бы нет, но просто так ее вызвать я не смогу. Ну, давайте я попробую. Он мне что говорит? Он мне говорит сейчас, что no matching function for call. И говорит, кандидат у меня есть шаблон. Давайте глупакать. Итак, он говорит, кандидат. Это template int number void self-counter. Но при этом template argument deduction substitution fail. Я говорю, я не могу дедуктивным методом вычислить, потому что я не могу deduce, ну, дедукцировать шаблонный параметр number. Его нельзя вывести, нельзя о нем догадаться. Откуда я могу догадаться, какую... А теперь давайте вернемся к вызову. Закройся, лупа. А именно... Смотрите. Сейчас я делаю. Мне надо явным образом сказать ему, какую из я вызываю. Вот я вызываю первую. Я явным образом, между прочим, здесь обращаюсь к первой из реализаций. Я ее создаю. Ведь я указываю конкретный number. И у меня для этого конкретного number возникает конкретная реализация вот этого вот self-counter. Получается, что я... Если я буду вызывать self-counter первый, то есть у меня будет несколько скомпилированных версий, если я сделаю self-counter первый и self-counter второй. Понимаете? Вот у меня здесь будет две скомпилированных функции. Они будут идентичными почти. Но, учитывая, что у меня там есть локальная статическая переменная внутри этой функции, то в двух этих реализациях она разная. И там вшит разный адрес вот этой вот локальной статической переменной в разных этих шаблонных функциях. То есть я вижу сейчас 1, 2, 3, 1, 2. Видите? Вы видите, да? 1, 2, 3, 1, 2. Почему? Потому что я три раза позвал self-counter, который был первым инстанцированным шаблоном. Self-counter функции, да? Шаблона функции. И шаблон функции, который я инстанцировал с двоечкой. В каких ситуациях это может быть? Удобно. Когда у меня есть... Когда у меня есть... Как это называется? Когда у меня есть, например, какая-нибудь статическая оптимизация. Я мультипликатор на число хочу внести или в какой-то конкретной ситуации с каким-то конкретным числом у меня есть фишка какая-то. Вот, например, вектор. Это динамический массив типа лист, как лист в питоне. Здесь на следующей лекции я вам расскажу вектор. Такой контейнер, очень удобный для хранения массива. Он сам заботится о памяти, сколько ее лоцировать. Супер просто. Но у него есть фишечка. Когда это вектор булов, то он работает по-другому. Вектор булов, он жмет в двоичный... Вот в ноле к единичке очень плотненько жмет. И распаковывает, соответственно. Он реализован иначе. Это называется частичное инстанцирование шаблона. Вот я могу, на самом деле, реализовать частичное инстанцирование вот этого шаблона. То есть, для шаблона... Сейчас, я единственное, что могу набрать. У меня коллеги появились. Может, они подскажут, как это правильно сделать. Значит, я делаю вот так. Вот темплейт. Сейчас я вспомню, как правильно это делается. То есть, когда я не буду self-counter вызывать без параметров, вот так вот я сейчас сделаю. Как мне при этом обратиться, что это self-counter для, например, int для нуля. По-моему, вот так вот. Сейчас, секундочку. При этом я реализацию не прописываю. Так? Правильно или нет? А? Для функции частичное инстанцирование. Сейчас проверим. Я теперь попробую вызвать self-counter просто так. Без параметра. То есть, в этом случае я как бы вставляю параметр по умолчанию. Сейчас, кстати, про параметры по умолчанию функции я еще тоже не скажу. Сейчас посмотрим. То есть, по умолчанию у него этот параметр должен равняться нулю. Так, сейчас. Скобочек нет. А? Скобок нет. Точно. Как же частичное инстанцирование делать там? для функции. Не помню, к сожалению. Но вот можно сделать шаблон вот такой вот. Вот такой вот шаблон можно сделать. И это будет означать, что я вот могу произвести, соответственно, постановку конкретного типа. Я боюсь, что сейчас я быстро могу не вспомнить, как делается частичное инстанцирование. Я задолжаю его на пару лекций. Через пару недель я вам расскажу, когда буду про инстанцирование класса, то я там упомяну этот момент. Сейчас не будем это трогать. Значит, ну вот здесь вот это дело не будет возможно в данном моменте. Ладно. Значит, теперь давайте про параметры функции по умолчанию. Про инстанцирование глобально понятное, явное, да? Про то, что параметр шаблона не обязательно является типом. Это понятно? Причем, на самом деле, если я сделаю мультиплайер, и сделаю, что второй параметр является типом, type name t, который является параметром этого аккаунтера, то я могу, соответственно, это сделать. Кстати, number я каждый раз могу тут писать. Так, call it number, вот здесь вот в топках написать, явным образом, и сюда вписать number. Так вот, он будет помнить, какой у него там number, на самом деле. Видите? Если я его теперь вызову, он у меня будет писать, какой именно. Number 1, видите, да? А тут number 2. Это статическая констатка, то есть на момент компиляции он точно знает уже свой number. это закомпилировано в код программы. Ладно. Создаем новую программу. Значит, теперь это будет... Теперь это будет... Теперь это будет... Теперь это будет про аргументы функции по умолчанию. Часто возникает ситуация, она... Это сейчас очень просто. Тема аргументы функции по умолчанию. По умолчанию. Значит, а может ли быть функция, которая принимает то один, то два, то три параметра? Может быть такая функция или нет? Кажется, что нет. Потому что у нас строго для перегрузки функции, у нас строго количество параметров должно совпадать. Ну, разве что кроме элипсиса, который имеет последний приоритет при перегрузке. Должно строго совпадать количество параметров, иначе невозможно использовать функцию. Ну, что ты будешь вставлять в параметры, если там ничего не понятно? Но мы можем создать функцию, у которой будет у некоторых параметров значение по умолчанию. Давайте к фу назову эту функцию, у которой я введу int x равно 0, int y равно 0, int z равно 0. В этом случае я внутри функции имею все три параметра всегда. Все три параметра. Ну, допустим, она тупо std x out делает. Это x, y, z. То есть у нее всегда все три параметра в наличии. Внутри. Обратите внимание, это не относится напрямую ни к перегрузке, ни к шаблонам функции. То есть просто захотел функцию, у которой будут параметры в значении по умолчанию. Пожалуйста, одна функция. У меня у каждого параметра строго зафиксирован его тип. Самих параметров три. Но вот вызвать эту одну функцию можно по-разному. То есть в каком-то смысле параметры по умолчанию являются антиполиморфизмом. Много способов вызвать одну функцию. Каким именно образом? Я могу ее вызвать, я сейчас не буду писать int-made, могу ее вызвать как? FULL от, соответственно, без параметров. Могу вызвать функцию FULL с одним параметром. В этом случае что он выведет? В этом случае он выведет 0, 0, 0. В этом случае он выведет 1, 0, 0. Если я позову эту функцию с двумя параметрами, 1, 2, то, соответственно, 1, 2, 0 и FULL от 1, 2, 3 соответственно, он всем параметрам определенные значения. Но если какому-то параметру не хватает значения, то он его подходит. Никаких именованных параметров в C++ нет. Нельзя вызвать функцию с неправильным порядком параметра, как это в питоне. Так, все легло. Это примитивная тема, да? Единственное, что значения по умолчанию пишутся в реализации функции, а не в заголовке. Если у нас у функции есть и заголовок, и описание определений, и заголовок, и реализация, то значения по умолчанию пишутся в реализации. Почему? Потому что в заголовке функции я не обязан писать название переменных. Вообще. Заголовок функции должен содержать типы переменных. То есть заголовок функции фу может выглядеть следующим образом, как void фу, int, 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 через метру. Если написать, ничего страшного не будет. Если писать, ничего страшного не будет. Что? Если писать переменные, и значение по умолчанию. Нет. Ничего страшного, если вы напишите туда имена, не будет. Просто так понятнее не стоит. Конечно понятнее. Поэтому рекомендуется писать название переменных, потому что названиями вы охарактеризуете смысл этих параметров. Хотя на самом деле все равно это не отменяет документации. Желательно писать документ в строку. Правда здесь нет документ в строку, как в питоне, стандартный. Но зато можно написать комментарий в стиле doxygen. Есть утилитка, которая не входит в стандартную библиотеку, но тем не менее она стандартным способом соберет комментарии о всех функциях и выдаст удобный help. Ну, сейчас не об этом речь. Ладно. Последнее, что сегодня мы с вами делаем, это мастер-класс по написанию односвязного списка, но теперь для произвольного типа. Давайте с вами посмотрим, как мы в прошлый раз писали односвязный список. Вот он, linked list. Сейчас я его сюда скопирую в начале. Linked list версия 2. Итак, открываем. Что я делал в этот раз? Я делал структуру звенов, ноды. У меня был type dev, data type, но он был обязательно всегда один и тот же. То есть я не мог создать в одной программе несколько динамических списков, которые бы работали и так, и сяк, никак. Что я сейчас делаю? Значит, я сейчас... Не пугайтесь. Это будет такой маленький заход на будущее. Ну и я сейчас вот этот data type сделаю шаблонным. Ну естественно, чтобы можно было вот так вот сказать, это дело должно быть параметром, type name должен быть параметром шаблона. То есть я делаю template, type name, data type, struct, ноды. У меня теперь тноды является шаблонной структурой. Ну ничего страшного, примерно то же самое, что шаблонная функция. Ничего страшного, правда? Не пугает? Наверное, нет. Так, не вижу. Так, дальше. Естественно, что функции вставки в этот список, внимание из этого insert... А, у меня только insert ноды, да? У меня не было функции распространяющей. Ну мне придется чуть-чуть тогда подописывать, а то неинтересно. Так вот, что я сделаю? Функция insert ноды становится шаблонной функцией. Она же должна работать с произвольным типом. То есть у меня вот этот data type, он у меня теперь должен быть разнотипным. Итак, template, type name, data type. Причем у меня тноды здесь перестает быть конкретным типом звена. Мне надо, чтобы он был инстанцирован с конкретным data type. Тем же самым, для которого я пишу функцию. Поэтому я здесь делаю явное инстанцирование. То есть я говорю, полное наименование... Сам тнод, кстати, именем типа не является. Теперь. Раньше было. Но теперь полное наименование типа структуры, оно вот оно. Тноды data type. Понятно? Длинное такое. Так. И здесь... А, здесь все нормально. Здесь data type. Это и есть шаблонный... Вот этот вот некий шаблонный... Неизвестный мне тип T, который может оказаться вполне разным. Ну и вот здесь вот тоже, между прочим, вот тут тоже нужно правильно... Вот так вот. Так. Супер. Есть. Да. Функцию main я сейчас вообще отсюда уберу. Объясню сейчас почему. Дело в том, что я хочу реализовать линк-лист как отдельный... Как именно отдельный модуль. Ну что мне? Я же буду делать библиотеку, в которой реализован динамический список. Быстренько реализуемся поскорее. Значит так. Стринг мне не будет нужен. То есть я сейчас вырву вот этот кусочек, а main тут будет тебе жить. Значит я тут буду реализовывать ноты для стринга. Ноты для стринга. Значит и... Сейчас я вам накропаю. Ща я накропаю вам. Сколько минут у нас? Десять минут есть? Успеем. Я на самом деле хочу... Захочу кое-что сейчас сделать. Но я пока сделаю, просто запущу, чтобы это дело работало в начале. А потом я сделаю рефакторинг. Я создам структуру linked list, struct linked list и для нее пропишу insert и так далее. List insert, list. Это... А это сразу классом ее будет. Классом? Да, чуть позже. А потом классом. Так, ладно. Значит у меня это заголовки функции, да? А там реализация. Что-то мне не очень нравится делать заголовок и реализацию отдельно. Я сейчас эту реализацию притащу наверх, потому что все равно она вся потом поедет. Я заменил заголовок на уже заготовленный заголовок сверху. А функцию эту я все равно перитащу наверх. Сейчас шаблон. То есть у меня появилась шаблонная функция, которая работает с структурой шаблонного типа, а в остальном работа внутри... Единственное, что здесь нужно длинное имя типа писать. Везде, да? То есть я создаю новый тнот для дата тайпа, да? А так в целом все осталось так. То есть сами действия не поменялись. Я сейчас работал только с заголовками. Понимаете? Всем понятно? Вы согласны, что ничего суперсложного не произошло? Вся возня вокруг интерфейсов. Как это? Вот дело обернуть, как из-за гуси плюс, объяснить, что эти функции нужно будет создавать по мере необходимости. Такие, какого ты видишь там тип. Понятно? Ну, кстати, между прочим. Вот здесь вот, глядя на вот этот инцепт нот, не сможет, глядя на ппгин, а может и сможет. А, сможет, наверняка сможет. Ведь ппгин является типом нот от стринг, да? Звездочка. Тнот звездочка для стринга. Поэтому я уверен, инцепт нот сейчас разберется сам. То есть не инцепт нот, а компилятор, глядя на вот это вот место, он скажет так, я не вижу инцепт нот как готовой функции, функции такой нет. Но зато есть шаблон инцепт нот. Шаблон есть, есть, так. Сейчас штампанем функцию из него. Смогу штампануть или нет? Да я-ка разберусь, гляну. Тут у меня чар звездочка, ну не очень удобно, потому что непонятно, какого типа это. Какого он должен быть типа? Чар звездочка? Чар звездочка должен быть. Не факт. А, ппгин. Ппгин имеет определенный тип. Это тнотный стринг. А у меня ожидается тнот для дейта дейта. Значит, стринг подойдет. Тем более, стринг как раз подходит, чтобы в себя завернуть литерал строки чар звездочка. Поняли? Ну давайте сейчас попробуем. Это я все размечтался, а теперь посмотрим, как он это дело реально соберет. Ну-ка. Эх, эш, нега-ня. Что? А, точку запятую забрать. Это мелкая ошибка. Еще раз. Стринг wasn't declared. Я удалил импорт. Стринг что это? А, у меня же нужна стд стринг. Говори, каждый раз. Я единственное... Нет, не единственное. Вот еще одно место. Где нужно именно его создать. Да? То есть я упоминаю, что этот шаблон я разворачиваю именно так. И... No matching function for call. Нет, он не смог разобраться, к сожалению. Conf char 6 его выбил из коллеги. Но я попробую так. Я его попробую сейчас засунуть в стринг от hello. Понятно? То есть я все-таки хочу сейчас, чтобы он неявно инстанцировал, глядя на типы параметров. На самом деле, как только у меня там встанет linked list нужного типа, все будет супер. Он будет отлично разбираться. Просто сам механизм сейчас не очень удобный. Не хватает обертки для linked list, потому что мой main знает слишком много про устройство динамического чтобы было односвязанного списка в час. Прошу прощения, опять STD. Ну, теперь ты должен съесть это. Отлично. Так вот, в чем польза этого дела? Дело в том, что сейчас у меня как функция insert node, да и сам knot, он в принципе потребит любой другой тип. То есть если я вместо стринга сейчас буду втыкать туда insert node числа, то он будет работать. Мне не нужно будет переписывать функцию insert node для int, для double, для еще чего угодно. Понимаете? Это раз. Второе. А как мне теперь выдрать это дело в отдельный модуль? Жалко, времени мало. Могу не успеть. Создаю еще раз linked list 3. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl Shift N, Ctrl V. Что я оставляю? Я оставляю здесь внутри только функцию main. Только функцию main. Делаю include модуля, который назову linked list HPP. Модуль назову linked list HPP. А это будет linked list main. Это какое? Так. У нас 2 минуты до момента, когда нас... А, нет, нас не выиграли. Они в 17.05 начинают. У нас еще 7 минут. Значит, я создаю сейчас еще один новый файл, который будет у меня файлом модуля. В этом файле я ничего не буду инклюдить абсолютно. Мне ничего тут не надо. Тут оператор только new будет. подключаемый модуль. Обратите внимание, что шаблон функции... Я, по-моему, и так его назвал, linked list. Давайте я его с подчеркиванием назову. linked, подчеркивание, list, HPP. Это мой как бы заголовочный файл. Но PP в нем, его подчеркивают, что это C++ на заголовочный файл. Я подправлю linked, подчеркивание, лист, HPP. Двойные кавычки, говоря, что я его буду инклюдить из текущей директории. Моя местная рукотворная библиотека. Ну и давайте, собственно, теперь ее переделаем напрочь. Что я сделаю? Я хочу создать такой тип, как linked list. Я опять начинаю от мечтания. То есть я размечтался. Я создаю linked list, для которого я делаю, собственно, он не указателем, а вот так вот и будет у меня. Собственно, это будет лист. LST. Сейчас, секундочку. STR-лист. STR-лист. Потому что я хочу создать несколько списков. STR-лист и, соответственно, int 32t. Соответственно, это у меня будет int list. То есть, чтобы можно было несколько списков, и в оба списка, чтобы я мог делать, соответственно, что? Insert. Insert туда. Ну, давайте только единственное, то, что я назову его list. Insert. List. Insert. И передаю ему, собственно, список, и что я туда вставляю. А указатель начала списка, он будет в эту структуру вставлен. Значит, это я строчки туда вставляю. Между прочим, я сейчас как раз отсюда брошу этот самый стринг. Не буду. Ладно, пускай себе висит. Между прочим, мне не придется и вот так вот возвращать. Я буду прям list. иначе, как говорится, стрлист. Да, а рядышком я могу... Да, и вот здесь вот вместо вот этого вот, вместо вот этого вот, я сделаю list.print. List.print. Стрлист. То есть, у меня некий способ его распечатки, обхода с распечаткой будет. Так, и еще один момент. Я сделаю лист, собственно, delete, ну или destroy. Destroy. Значит, стрлист. Чтобы его можно было удалить в конце концов. И первый, начало, list.init от стрлист. Ну, если на самом деле, сейчас второй я удалю, закрою, я его не буду реально туда еще напихивать. Вот. Понятно, да, о чем я размечтался? Понятно? Что у меня есть некая структура, linked list, в которой я один раз говорю, что в ней будет стринг жить. Да? У меня несколько функций, а именно init, insert, print и destroy. Целых четыре функции. Все они будут работать по шаблону с неким linked list, да, у которого будет какой-то там тип стринг. Поди пойми, какой еще? А? Все понятно пока, да? Ну, что, давайте попробуем. Значит, я вот здесь вот, звено останется, от него мы никуда не денемся. Значит, функции. Функции. Значит, list init, list insert, она будет потреблять, соответственно, тип t-list, t-list, некий, ну, давайте, list t, list t, вот так вот, который будет, а, сейчас, одну секундочку, лист от t, вот так вот, list от t. А здесь у меня будет, собственно, то значение, которое я буду туда добавлять, value. То есть, я туда добавляю некоторое значение, причем я могу его добавлять по ссылке, в принципе, по константной ссылке, const t, value. лист init, так, сейчас, одну секундочку, что у нас тут происходит, а, list init, voidовая функция, list insert, voidовая функция, list print, voidовая, list destroy, voidовая, они все простые функции. Я сейчас добывание списка не делаю, то есть, я тут подпихаю и распечатываю. Значит, и, вот этот тип, который я туда буду закладывать, будет списком над абстрактным типом, неизвестным мне, который я буду интенсировать по мере необходимости. Я создаю структуру. Как тест пересобрать? А? Как тест пересобрать? Пересобрать? Да. Задачу цели. Пусть стартует, я его, это, как только закончу, сейчас пересоберу. Две минуты до финиша. Значит, я делаю это дело, если я не доделаю, начнемся с этого дела в следующий раз. Давайте, правда, начнем в следующий раз. Давайте на этом завершим, покажем. Значит, еще раз, мы не закончили писать шаблон или интервест, но мы, в принципе, уже на первом примере, когда просто ты сделал то, что было, оно заработало. Нам очень важно будет это закончить. Пожалуйста, прям напомните мне, закончить динамический список на шаблонном структуре, потому что я тогда смогу вам лучше показать контейнер. Все, на этом все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ, Продолжение следует...